Игнатий Тихонович, насколько я помню второе послание Коринфянам, апостол Павел произносит такие слова, пишет, что нам не безызвестны умыслы сатаны. Но в конкретном случае он говорил о том, чтобы принять обратно падшего блудника. А если это слово больше рассмотреть в широком смысле, что можно из этого извлечь? Хороший вопрос, очень глубокий. Я скажу, что эти вопросы не задают тем, кто много говорит там о священнике. Но я постараюсь, как всегда, ответить Словом Божиим. Словом Божиим, так. Поищем мы сейчас где-то. Вот оно есть у меня тут как раз. Так. Второе Коринфянам 2.11. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Слово умысел и мысль, но неизвестны мысли сатаны, а то умыслы. А вот тогда посмотрим мы по Библии, что нет? Числа 35-20. Если кто толкнет кого-то по ненависти или с умыслом, бросит на него что-нибудь, так что умысел это злоумышление. Дальше. Если же он толкнет его нечаянно без вражды или бросит и дальше. Иисус Новинный об этом же говорит место Писания Псалым. Псалом 80-24. Против народа твоего составили коварный умысел. Не мысль, а умысел. В русском богатом языке вот это отдельное слово. Также. Как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. То есть про меня против саря вы что-то задумали. Ну и также уже в Новом Завете мы видим деяние. Но Савл узнал об их умысле. А они день и ночь стерегли его ворот, чтобы убить его. Умысел. Знаете, как пользоваться этим словом? Хотел открыть уста, Галилеон сказал так это. Ответил, что была обида или злой умысел. Злой умысел. Ну и в деяниях с наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел. И заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Умысел. Услышавшись о всем умысле, сын сестры Павла пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. То есть настучал, как сегодня говорят безбожники. Заложил. Заложил. Это тайный сексот. Второе колинство 2.11. Чтобы не сделал ущерб на сатана, а умысел. То есть это злой умысел. Злое. Иначе, 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 с камерой что-то. А что? Ну вон что-то. Все расплывается вон. Ну возьми свой. Нет, я свою и взял. Ну вот что, может быть кончатый ресурс зарядки? Она заряжена. А что? Не знаю. Она не записывает? Она записывает, но вот это пятно будет потом, заместо картинки всей. Ну почему? Ну так-то она показывает, меня слышно, все. Вас слышно, но не видно? Ну и не видно, да и не видно. Не прерывай, главное, что оба. Но что записывается, это точно. Да. Там цифры должны идти. И вот знать умыслы, это очень и очень много значит. Вот во время войны, я беру только то, что в этой войне было, очень хитро поступали, о чем пророк Данил говорит, и хитрости возьмет. Вот, ну, территория-то была 3000 километров, везде танки не настаешь. Обычно старались узнать, где враг будет делать наступление. И в этом месте надо собрать больше войск, чтобы отбить атаку. Ну вот в Белоруссии было. Знают, здесь болота идут. Болото почти 50 километров. И тут, говорит, не пройдет человек, не то что без танков, без орудий никак. Ну и решили войска в другом месте. А здесь немножко оставили, так, за населением, за партизанами охотиться. Но советские перехитрили, там, Батутин, кто там есть. Такие, которые могут по сумасу разгадывать. И оттуда приходили люди, разведчики и узнавали. А тут, говорит, войска прибывают. А как? На эшелоны приходят. Ну вы видели, что? Ну она закрытая. Ну надо подойти посмотреть. И они ночью все-таки сумели подобраться. Подняли этот брезент. А там стоят танки, но фанерные, нарочно. Сделать вывод, такое, будто бы здесь что-то много. На самом деле там ничего нет. И советские начали делать здесь гати. То есть бревна пилят, но это далеко. Там выставили, чтобы близким не было. Километров за 30 там не слышно. И пилят, готовят, готовят. И потом в один день там они стреляют плетенки такие из прутьев. И накат в накат. И танки по ним пошли не утопая. И вдруг, как из болота повылезли. Немцы совершенно не ожидали. А теперь они делают охват, где-то много войск. Это котел. И тем немцы стали отступать. Вот поэтому они старались разгадать. Вот допустим, кто здесь? Здесь Манштейн. А здесь кто? Гальберг. Вот, это вот такой вот. А этот кто? Этот любимец Гитлера. Вот такой вот. Он именно в обороне сильный. Очень сильный. Тут не надо нападать. Он укрепил, нам нельзя. Узнавали. У Жукова была кличка там Васильев. Я не... Немцы узнают, кто Васильев. А кто такой Васильев? Теперь разгадать надо, кто под этим. Если тут Жуков, но тут надо большие войска сцоваться. Он не женеет. Не идея, лишь бы прорваться. А другой авантюрный такой где-то. И очень опасались Рокоссовского. Надо взять языка, надо узнать. То есть умыслы врага. Какие они против нас задумали-то? Этим решалась участь Курской дуги, Сталинграда, где большие сражения были. Ну как Мамаева побоище было. Это запасной полк в это время выскочил, и победа склонилась на ту сторону. Умысел сатаны узнать намного сложнее. В первую очередь, допустим, узнать, а как найти? Вот французы выявили там, искать нужно женщину. Женщина в этом деле замешана. А дальше, суди Рима, а кому это выгодно? Вот, допустим, так убрали, убили этого человека. А он какую должность занимал? А он вот такую-то. Ну, допустим, покусились, застрелили Данила Сысоева. А больше всего, кто его ненавидел? Да, его сильно ненавидели мусульмане. У него, правда, такие нарушечные мусульмане, там, это не настоящие, не из Туниса, не из Саудовской Аравии, а там узбеки какие-то, таджики, ну, улицы подметают. И вот они приходили, слушали. Ну, и тоже это свои все-таки мусульмане были, и принимают крещение. Но сам по себе он опасен был. Он опасен был кому? Ну, мусульмане так считали. Но один из них сказал, если вы его убьете, то вопросов еще больше нерешенных будет. Его канонизируют, и будут подражать по всей стране. А сейчас его почти никто не знает, только в Москве. Я о нем даже и не слышал. Ладно. А еще кому? Он неприятен был властям. А почему? Да потому. Надо в стране мир удержать, а он, ну, не к миру везет, а видишь, какое разногласие. Вот обычно как? Большую мечеть открывает в Казани, президент присутствует, этим мусульманам это приятно. А тут другой разговор. Совершенно другой. Вот видишь, как она... Боже, ее не видно будет. Она прыгает, готова упасть. Ее заваливает. Она еще не поймет, что она больная. Охота попасть туда. Но это между делом-то. И вот нужно узнать, о чем думают там в верхах. А может ли это, что своя власть по указу там службы безопасности, там президента убить, ну, как говорят, сейчас доказывают, Курск, свои же завалили, или небоскребы в Америке, сами же это устроили, там, чтобы можно войти в Афганистан, было, ну, подумаешь, три тысячи там каких-то погибло. То есть сами делают. И здесь на государственном уровне доказывают сегодня в интернете, выгодно было, чтобы его не было. А могли это быть спецслужбы, а не это... Могли. Вполне. Его удалили, ну, какой-то там царионов там говорит, дерется, его запечатали. А Данил был опасен. Талантливый, немирный, немирный. Он у нас старобрядцев сильно гнал и прочее. Значит, он расстраивает добрые отношения и с мусульманами, и со старобрядцами. Его легче убрать. Две пульки в горло, его нету. То есть, вот какие рассуждения сегодня преподают в интернете. А правильно говорят? Ну, то есть, основания есть. То есть, они старались узнать, какой умысел. Вот этот умысел надо всегда разгадывать. Какой умысел? Допустим, человеку делаешь сегодня замечание. Он рядом. А он исправляться не думает, а думает, а я тогда уеду в другое место, чтобы ты меня не доедал. Надоело мне это все. Вот так. Но если это надоело, значит, но в тебе это осталось. Справедливо делали замечание? Справедливо. Теперь сатана тебя закубарил в кубышку-то, и теперь в другом месте ты такой же будешь. Из тебя никто не вытряхивает эту мерзость-то. Своё я. Хамство это. Всё остаётся в тебе. А ты наоборот ищи таких, как святые отцы советов, строжих, которого во всей вселенной нету. Которые тебя будут обличать. А Слово Божие для научения, наставления, обличения. А это не любят люди забивать. И всегда, что услышишь, никогда ответ не давай. Никакого. Я вот в интернете здесь на тысячу роликов, ну, может, одно, только один раз. на тысячу, один комментарий. Ну, нельзя промолчать, спрашивают, а какие условия, презопотеряевку. Ну, я тут тогда отвечу. Там-то там, а имя-то вот такое вот. А остальное, зачем я там в этом ролике всё ответил? Я в комментариях. А почему он молчит? Его так ругают, поносят, называют, матерят. И он молчит, старик, почему? Сказать ему нечего. Заткнули ему пасть поганую. Я знаю как. Заткнули пасть поганую. Ну, всё, что-то сделаешь. Не смог ответить. Ну, и успокаивается. Я знаю, за ответом ещё что будет. А другие говорят, да и вам велика честь, чтобы он вам отвечал. То есть, у них ничего нет, я вижу. Со мной нападают, а у них, ну, ну, нету. Никакого духовного, ни роста, ни имени, ни фамилии. А имя, фамилия нет только, как Лев Толстой, голубочертей. Жития святых об этом говорят. Они скрываются, некие аватары. И вот умосто сатаны разгадать, кому это выгодно? Кому выгодно? Вот, что-то в нашей жизни идёт. Жена, мужем недовольна. Ну, а что он у тебя? Пьёт? Да не пьёт. Да ты чё, Зинка? Да ка чё с ним сделалось? Да работать не хочет? Да работает. В КГБ работает. Паразит такой. Совсем не понимаю. Я говорю конкретно. Что-то фамилию не называю. А да, остальное всё именно так и было. С его рассказом. Она возьми, да им и скажи. Так он, гад такой, в Бога поверил. Ну и что, драться начал? Да нет, у них не дерутся. Так он, посты какие-то соблюдает. Ну, тебе-то какое? Да терпеть не могу это. Зинка, да ты дура совсем. Да, и деньги, да деньги хорошие зарабатывают. Хорошие деньги. Воруют? Нет, не воруют. Не курит, не пьёт. Даже находка. Ты что делаешь, Зинка? Она никаких. Развод. И развелась. А теперь-то она, одна, говорится, соплей на кулак-то намотала. И теперь, ой-ой-ой, да где он мой этот возлюбленный? А он, ну что, уехал там и женился. Женился. То есть, умуса сатаны в этом и заключались. А если бы она поняла, что он ради её старается, ей приносит, у нас сегодня проповедь была, проповедник приезжал такой, ты знаешь как, вот, Фёдор Ефимович, Тагинцев, очень знатный был в Алтайском крае, из баптистов, высокий, стройный, сухопарный такой, и говорил, мы его любили, и записывали его проповеди, Тагинцев, Фёдор Ефимович, очень, где-то с Павлодара или откуда-то, тут был прислан проповедник, один миссионер, или он, вот, с, это, Карл Станиславич Седлецкий, с Украины, кажется, был, или с Молдавии, даже, недруги все признавали его, я к примеру сказать, я как-то поехал к нему, там, навстречу, ну, и потом я не вытеркал, и сказал, говорю, а почему вы бриты это все? Да и вы, Карл Станиславич, бриты это. Ай, баптисты, как поднялись на меня, да вы что, да это надо быть культурно выглядеть, да то, но я Бог сотворил, значит, не культурно, он горшечник, мы горшки. Да никогда этого не было, это православные придумали, а я уже подготовился, у меня журнал «Баптист», назывался «Баптист», ну, как журнал «Огонек» по объему, только больше, первую страницу открываю, а там молодежь сидит, и все с бородами, баптисты все с бородами, ну, и руководители все с бородами, ну, у них-то там были такие, и там «Рябошапка», другие перечисляют, у баптистов старые закалки-то, они все с бородами, вот Владимир Ильич Ленин сидит, в союз борьбы за освобожение рабочего класса, там 6 или 7 человек, ему старшему 30 лет, все с бородками, я говорю, а скажите, вот если бы все люди сейчас стали бороды носить, вы бы стали? Наверное, или так бы одни бриты, по бритым подбородкам, узнавали бы это баптисты? Да нет, я говорю, тогда действуйте по стихии мира, а не по Христу. А Карл Станиславич, смотрите, говорит, братья, брат Игнатий правильно говорит, мы не правы, зачем спорить-то? Ну, как же так, ну, мы не правы, значит, в миру все бреются, и мы бреемся, в миру галстуки носит, и мы носим, да к чему мы тогда отличаемся-то? Вот он мне этим понравился, я не знаю, живой он или нет сейчас. А вот умы со сатаны разгадать, это возможно только в Духе Святом. Дух Святой открывает. А что они затеяли? А почему? А с какой причиной? Ну, Диатрефа быстро разобрали, он нас не принимает, вот причина, когда они придем, он удаляется, и кто от нас, люди, он узнает, и их не принимает. А собрали-то были тайны, там где, и все, он говорит, такой, Диатрефы сегодня тоже есть, они не принимают, умысл сатаны разгадать может только человек здравомыслящий. Так он это делает, А для чего это сделал? Вот у нас сложилась неприятная ситуация. Мы стали смотреть, три варианта есть, а почему? В первую очередь, заказ был, человек подготовленный и разрушает все. Но у меня тогда вопрос, а почему он говорил, неудобно такое для людей, я сказал, вы обузданные, а я уздечку сбросил, Игнатия я не посчитаю. Я в интернете видел, он говорит, да, весной там, семнадцатого года, и говорит, и говорит, я никакого внимания не обратил, мне говорят, так он против вас говорит, ну а кто я такой, чтобы не говорить против, то он и говорит, но когда я приехал, там одна любезность, мы все лето работаем с этим человеком вместе, и везде, и он для меня самый, как бы, по работе близкий, может пилить, работать, просверлить, прожечь трубу, там трубу, ну все, сходится. Как только я уехал, причастился, в января еще человек, то есть все против, сейчас Игнатий еретик выставляет, Игнатий анафема, Игнатий лжемиссионер, то есть как лютый враг. Кому это выгодно? Сатане в первую очередь, значит человек этот предался сатане, полностью. Через него кто-то пришел, где-то никто не пришел, никуда он по интернету лазит, там выискивает, это говорит, блевотина и захлебывается, значит, это от неверующего. Люто ненавидит меня, а не надеющий брат, а не человеко-убийца. Я тебя принял, вот ты приезжаешь с другой стороны, я не называю, где-то, допустим, это было у нас где-то, Зимбабве где-то было, или у, там такие есть, как называют их, Тулусы или что ли, вот у них там свое, понимание жизни. Я ничего не говорю, ну кому это выгодно? Дьяволу. Против было. Человек хотел там жить, да, но ничего не получится. Он взялся врагом всех, и теперь молимся, Господи, убери его, чтобы беды не сделал, но обрати, не дай ему погибнуть в этом безумии. Я, разгадываете его сатанинские выходки теперь? А может ли, вы бы хотели сейчас с ним быть? Я не хочу не встречаться, не здороваться. Здоровость и грех. Встречаться и грех. Я все вижу, почему грех? Написано, чтобы не заразиться, после первого, второго разумления отвращается. Мы не изменились, изменился только человек. И умыслы сатаны, умыслы, злой умысл. Я еще не посмотрел в экономических книгах, там есть или нет у Серахова что-то, умысл. О, да немало есть. Когда Неконор узнал, что умысл его открылся, вышел против Юда, то есть тайный замысел. Второе, Маковейское. Впрочем, он не успел совершить своего умысла. Опять же, умысл – это злодейство. Третье, Маковейское, что? Думал неизменно оставаться в том же умысли. Написано против них такое письмо, то есть злодейство. И здесь, что в Бога Отца призывали все непрерасающим воплем, со слезами, умоляя отвратить от них нечестивый умысел. Ну и все-то, речь идет об убийстве. Стирахов ничего не сказал по этому слову. Вот. Умыслы сатаны разгадывать очень непросто. В посте и молитве. И вот поэтому военные советы у Гитлера были, у Сталина. И они старались узнать умыслы сатаны. Где они прорвут? Вот эта Курская дуга, она выпищена. Отрезать ее. И целые армии у нас будут. Но советские не приготовились. А там не успело достаточное количество танков. Тигр, пантеры там, орудия противотанковые. Они хорошие очень. Многие уничтожат. Но маленько подождать еще. Мы говорят, поздно будет. Они подготовятся. Но у нас выхода нет. Надо знать умыслы друг друга. Техники, тысячи танков, тысячи самолетов. Ясно будет здесь. Ну и по краям там еще подумали. Кому какой участок фронта. Но где неизвестно. В каком месте именно прорываться будут они. А для прорыва-то больше там десяти километров-то и не надо. А речь-то идет о сотнях километров. По-военному понятно так. А по жизни тоже понятно. Это как правило люди, которые это воюют. Какой у них умысел. То есть что они замыслили. Мне приходилось в моей жизни иметь. Так. Ко мне они как будто внешне относятся хорошо. Но машина КГБ все время под окнами дежурит. В первую очередь, они не хотят, чтобы распространялось то, что я делаю. А второе. Да мало ли еще. А было ли такое, что они думали сделать злое? Не могу сказать, но похоже. Но у меня все время много людей было. И поэтому ликвидировать пришлось бы сразу человек десять. А они на это не пошли. То есть я старался умысел узнать. Но ареста в этот день не ожидал. То есть я видел, что там суетятся они. Вторую машину поставили. Там третья подъехала. И у меня был Александр Классен из армии приехал. Я ему дал полный комплект пленок. Я говорю, скорее выноси. Вот прям рядом-рядом где-то. Видимо, что-то у нас будет обыск опять. Уже не один раз было. Так и получилось. То есть умысел у них был прекратить мою деятельность. Умысел. Повторяю, не замыслы какие-то, а именно умысел. Так что на апостола Павла покушались. Здесь я тоже вижу их умысел. Как парализовать мою деятельность. Умысел тот какой, чтобы села не было, явное дело. Но если они там будут, они все разрушат. Пьянство начнется, они все напротив. Вот которые там сейчас думают, а другие вы уже заменой, Игнатий Тихонович, и вы теперь поведете. Кого надо выйти приглашать, ничего и не будет. Развалится перощит. Это глубинка. Работать негде, а вы работать-то и не умеете. Ну, сегодня ты деньги, и создавтра-то ничего нету. С деньгами приехал, сумеешь построиться. То есть умысел понятен, разрушить. А разрушить, ну, у нас устав зарегистрирован в отделе юстиции, и мы сразу подадим жалобу, и подадим в суд. Община образована для восстановления, это идет для разрушения. А тут уже статья очень серьезная. Любой шаг дергания уже по уголовной статье пойдет. Вот эти, что сейчас там ролики, к нему кому-то недругу приходят, у нас все копируется и в архиве складывается. Это все будет предложено в суде. А там даже записные книжки у меня спрашивали, что там написано, в какой день. Так что узнать умысел сатаны, понятно, принести нам ущерб. Я вот с одним человеком говорил, ты вот делаешь так, хабавито, все, но тебе уходить не надо. Нет, я уйду куда-то тогда, уйду, то есть сатана желает, чтобы ты отдельно, у тебя будет мирно. Ну мирно-то чего? Женился? Ну мира нету. Вот теща такая, там житья нету, квартиру купить негде. В тещи? Не в тещи дело-то. Теща, она же зла не желает. Да нет, ну никак. А ты ее мамой называешь? Нет. Ну вот первое. Второе. Как ты пришел? Тебе нравится жена? Нравится. А почему ты решил с ней развестись? А почему я сжил? Она с мамой останется-то. Ты туда уйдешь, она сюда. Да нет, но по-другому никак. Она маму очень любит, и мама больная. Ты понимаешь, что... Ну разгадай умысел сатаны. Вот живут мирно. Ну и приходит какая-то бабка, согнулась, это рассказ такой есть. Ну как, Аленушка, живете? Да хорошо живем, бабушка, хорошо. Хорошо, да ладно. А никто там никуда на сторону-то не ходит? Да ты что, баба? А когда приходит? Да поздновато приходит. Что-то там у них в проектное бюро новую доминую печь закладывают. Доминую печь. А ты вот сегодня проверь. Он во сколько с работы должен приходить-то? Ну в шесть. А ты в полвосьмого. Пойди вот там-то. Фонарь там напротив дома. Там-то ты посмотри. Если ты увидишь его там, ну, значит, думай сама дальше так. К нему. Как живете? Да все хорошо. А теща? Теща любит меня больше, чем дочь свою. Хорошо. А жена? Да души во мне вещает. Она, она... Да нет, она у меня такая скромница-скромница. Это хорошо. А ты вот сегодня в полвосьмого проверь под таким-то столбом с фонарем. Там она стоит у него. Прямо-то напротив ЦУМа. Ну он, правда, решил пораньше прийти-то. Приходит, а жена там стоит. Ну, значит, не зря про тебя сказали. Она, а ты-то зачем приперся сюда? Тебе идти-то туда, от дома. А ты в другую сторону. Ты-то зачем, Алешенька, пришел-то? Ну, я-то понятно. А-а. А потом они решили. А тебе кто сказал? Да бабушка. А какая? Да вот такая беззубая. А тебе, дай мне. А-а. Сатана. Сатана. Как у Евы, говорит. Убили всех, один я остался. Первая глава книга Евы. Вторая прибегает. Всех убили, я один остался. А Златоуц говорит. Это Сатана прибегал. Он один остался. Я один остался. А слова, говорит, трафаретное, как под копилку-то. Но надо понимать. А кто такой Ильиуй? Попутно сказать. Баптисты считают сын Божий. А Златоуц говорит безбожник. А почему? А дальше слова говорят. Кто говорит все слова бессмысла? И он брал на себя это. То есть надо понять, кто это? С каким умыстом говорит? А бывает так. Человек хвалит и куда-то зовут. А Господь предупреждает. Вот меня решили избрать депутатом. Не забуду никак. И кто? Союз журналистов, писателей Алтайского края. И ко мне на этом посыльный. Черников Александр Тихонович пришел. Я говорю, да я еще же не знаю. О, как раз освободился. Это в почете. Начало тут 90-х годов. Еще перестройки не было. Уже была маленькая. Вы, депутаты, будете проводить наши идеи. Ну, я не знаю. Нет, я не умею. Ну, подумайте. Я вот снул ночью-то и вижу сон. Будто стена. Я прям... Засыпиться-то нет, потому что я по ней. Иду кверху, высоко-высоко гляну. А внизу койка стоит, открытая, без всего, и мне туда падать. Это как вот ласточкиные гнезда, где там на юге дают кушанье. Они там лазят и разбиваются. Там метров, говорит, 30 высота. И я-то потихоньку спустился. И на утро пришли, говорю, нет, я тут разобьюсь. У меня опоры никакой нету. Они не поняли, о чем я говорю. То есть я просто... То есть умысел сатаны был меня погубить и разбить. Вот так. И каждый раз, где бы что ни было, не торопись давать ответ. Сядь, хорошо обдумай, помолись. Не хватает ума? Ну, избери умного, разумного мужа. Еще лучше там духовник, как называют, где-то. И поэтому умысел сатаны разгадывать очень непросто. Но если есть навык, ну, по навыку к тебе будут другие обращаться люди. Вот у меня такая обстановка. Меня зовут вот туда-то и там-то. Или вот деньги зарабатываю, не отходя из-за стола. Вот тут часто предлагают в интернете. А ты посмотри, о деньгах ли они заботятся. Но сейчас вклад сделай, проиграй там где-то. Тебе насчислять будут. Они пишут. В спам. В спам, в черный список. Умыслы обокрасть. Умыслы сатаны, чтобы тебя огорчить. Ты в церкви стоял, а у тебя карман разрезали. И деньги вытащили, и ключ от квартиры. Пришла соседка плащет. Была в церкви, да чтоб я ноги туда положила. Да будь они попы. Подожди, баба. А при чем попы? Ты почему не охранял? Вот ко мне вчера бабушка пришла и говорит, сумку разрезали. Но в сумке у меня бетонщик за молоком пошел. Я туда внутрь деньги-то положил. Внутрь. И они не могли прорезать-то. У них целое. Да я разве думал это в церкви? А вот теперь слушай. Яроза Таус говорит. Сатана не для того украл денег, что у них нет. У него денег хватает. Он сделал для того, чтобы ты возроптал. И сказал, в церковь не буду ходить. Он добился этого. Теперь жди, еще второй карман прорежут. Но если у тебя это сделали, а за все благодарите. И ты скажешь, Господи, благодарю тебя. Я невнимательный был. Пусть это будет как милостыня. И она пойдет на милостыню. Сатана зубами заскрижащит. И отойдет и провалится. Одна дыра останется. Как Лев Толстой описывает. Вот. С чем живы люди. Так что нужно смотреть конечный результат. С какой целью это? Погубить и убить. Для этого он приходит. Если мы знаем умыслы сатаны. А что везде так и подозревать? Ну да. Надо смотреть. Вот священник запрещает говорить. А почему? А говорить, чтобы не проповедовали никому. Значит погубить. Отойди от него. Это антихрист. Как написано. Идите по всему миру. Благовествуйте. А вот она падает на вас. А ваши книги там поносят как. Ну еще. Для того, чтобы я лучше писал. Закалить меня. А я еще закалять-то уж. Полтора года. И мне восемьдесят. Девятый десяток пойдет. Я благодарю Бога. Ничего нигде не нахожу. Где бы не надо было думать. Поэтому ко мне очень часто обращаются с вопросами. Я стараюсь узнать умысл сатаны здесь. Или доброе намерение. Плюс-минус. Горопа поеду-не поеду. Что польза. Что выигрыш. Теперь смотрю. И картина открылась. Вот так разгадываю. Богу нашему слава. Надо тушить, наверное, свет. П melanок лежит.